Доклад Дмитрия Сигала называется некоторое размышление о семантике животных в еврейском священном писании. Прежде всего, позвольте поблагодарить организаторов конференции за предоставленную мне возможность высказаться на заявленную тему и попросить извинения у всех участников за то, что Нина и я должны были в этот раз остаться дома. То, как рассматривают тему «Животные в Библии» актуальны, впрочем, немногие исследователи этого вопроса, пребывающие внутри собственно еврейской культуры и религии, хорошо иллюстрируют недавняя статья одного достаточно известного американского исследователя. Не буду упоминать его имени, оно нерелевантно, о функциях упоминаний животных в книге «Ионы». Все, что там исследовано, это роль животных, как своего рода маркеров, определителей соответствующих действий человека в ритуальной практике еврейского общества. Например, до какой степени «Иона» потерял свою ритуальную чистоту, когда оказался внутри нечистого животного кита, и как и до какой степени эта чистота была восстановлена после того, как «Иона» изнутри кита выбрался. Вообще вопрос о ритуальной чистоте тех или иных животных относительно использования их как объектов питания, но и не только, занимает соответствующих книг священного писания, заслужено большое место и используется в еврейской традиции как важный показатель места и роли этих животных в системе жизни, человеческой и вообще. Но этот момент ритуальной чистоты появляется лишь, скажем, в середине пути еврейского народа, тогда, когда он уже начал получать от Господа конкретные законы и правила своей жизни. Сама же книга книг начинается совсем с другого, с гораздо более раннего этапа, с начала самого бытия, с того мига, когда Господь моментально создает это бытие. И вот уже на пятый день, еще до появления человека, сотворены животные. Правда, не все животные сразу, а по очереди. Сначала разные морские живые существа, потом птицы, а уже в самом конце земные животные. При этом Библия не называет все эти существа одним генерическим, общим именем. Допустим, животные, как сейчас в русском языке или в современном древнееврейском языке. Примеры. Баалей Хаим, то есть носители жизни. У этих животных в Библии имеются свои генерические имена в зависимости от той очень общей группы, куда они вошли. Шерец, кишащие, мелькающие, у животных моря. Ов, летуны, то есть птицы и ремес, давящие, то есть животные, всем своим давящие землю. У первых и последних обитателей моря и земли есть также некоторое общее качество. Библия их называет нефешхая, то есть в переводе на русский язык душа живая, сохраняя тот же порядок слов. Птицы этого названия не имеют. Об этом обстоятельстве можно много размышлять, в частности о том, что и человек – это нефешхая. Почему в этом именно месте текста птицы так не названы послужило предметом многих сложных рассуждений еврейских комментаторов. Одна из интересных причин состоит в том, что они, в отличие от всех остальных животных и человека, обитатели неба, а душа живая как-то связана с водой и землей. Впрочем, позднее в законах о правилах питания, где вводится запрет поглощения крови, поскольку именно в ней нефешхая, птицы, в него, разумеется, включены. Я правильно прочла интонацию? Да? Все понятно? Здесь же обязательно отметим, что уже на пятый день вводятся интересные уточнения и разделения животных в этих категориях. Среди морских кишащих шарацым Господь отдельно создал таниним гдолим, крокодилов больших, а отдельно от ремес, то есть давящих, уже в шестой день он создает так называемый бегемот, множественное число, то есть больших животных. Соответственно, ремес сразу начинает осмысляться как ползающие, и говорится, что и в воде появляются они, то есть ползающие в воде. Нельзя забывать и о том, очень важном обстоятельстве, что сразу же после их сотворения Господь, согласно Библии, отдал всех животных человеку, чтобы тот, во-первых, дал им всем имена, что он и сделал, и, во-вторых, владел ими, согласно правилам, которые дал Господь. Это обстоятельство определяет тот особенный характер, который принимает отношение к животным в еврейской традиции. Скажем так, с одной стороны, животные, так же, как и человек, существа с душой, и отношение к ним в обычной прагматической жизни должно быть к таким же, как мы в этом социальном смысле, что у них есть душа. С другой же стороны, с самого начала должно быть понятно, что животные – это совсем не человек, и прежде всего потому, что они лишены разума, главного отличительного признака человека, по-еврейски «сехель». Душа же животных может быть чем-то сложным, непонятным и таинственным для человека. Он должен ее беречь, к ней не прикасаться и не пытаться обращаться с животным так, как будто бы оно было каким-то милым, глупым, страшным, маленьким вариантом человека. Во всяком случае, в Библии мы не встретим семантики симбиоза животного и человека, когда и животное, и человек, оказавшись в одном мифологическом пространстве, ведут себя по отношению друг к другу, как члены одного класса. Так Гильгамеш в эпосе о Гильгамеше последовательно именуется сыном большой коровы. И даже если это метафора, то всем понятно, что в этом особом мифологическом пространстве люди и животные совершенно идентичны. Теперь очень бегло о тех случаях в Библии, когда вышесказанное, кажется, не соблюдается или соблюдается с большой оговоркой. Самый первый случай – это знаменитое общение змея с Евой и Господа с ними обоими. Вроде бы после того, как Господь заповедал человеку власть над животными, никакое общение между ним и животными невозможно. И такого общения нет нигде в Библии и не будет. Есть, конечно, исключение Валаамова ослица, но оно не имеет правила. Так как следует толковать общение Евы и змея? Думается, что, как бы его ни толковать, ключ к этому эпизоду задан в том, как его подытожил Господь, который наказал всех участников это происшествие, при этом примечательно, лишив змея всех его квазичеловеческих и коммуникативных свойств, заставив его лишиться ног и начать навечно ползать на брюхи, не говоря уже о том, что змей перестал издавать звук, а его хитрость перешла необходимость скрываться от человека. Следующий очень важный и сложный момент – это завещание Иакова, которое перед смертью передает каждому из сыновей какую-то очень важную, судьбоносную и одновременно таинственную, многозначную и выраженную поэтически вещь о будущем каждого из них и, соответственно, каждого из 12 колен Израилевых. В этих словах Иакова и содержится таинственное и не очень понятное, а, скорее всего, совсем непонятное в обычном нарративном смысле упоминание четырех животных – льва, осла, змея и волка, с которыми Иаков сравнивает, соответственно, своих сыновей – Иуду, Иссахара, Дана и Беньямина. Скажем сразу же, что именно это место Библии послужило источником всех дальнейших аллегорических и чисто функциональных толкований животных в еврейской традиции. Животное – как очень концентрированный и спрессованный знак тех или иных свойств, тайных потенций и будущей обещаний человека. Разумеется, все эти животные содержат в этом завещании все свои обычные качества и свойства. Лев – смелость, жестокость и храбрость. Осел – трудоспособность, покорность, доброту и силу. Змей – хитрость, смертоносность и внезапность. А волк – способность преследовать добычу, какими эти животные отличаются и в так называемом обычном сознании. Но то, как они привлечены к характеристике соответствующих сыновей и какими поэтическими, стилистическими средствами это выражено, делает эти места своего рода гномическими загадками. Надо сказать, что именно с этого места Библии можно проследить то, как традиция устного еврейского фольклора здесь и там подхватывает анималистические темы, остающиеся актуальными как при обращении к повседневному опыту еврейского народа в его многочисленных и сложных скитаниях и диаспорах, так и при создании многослойной, многоэтажной и разноцентровой литературной, сначала устной, а потом почти исключительно письменной религиозной традиции. Обсуждение роли различных животных, особенно осла, быка и козы, как в повседневной, так и в религиозной жизни различных еврейских коллективов и всего еврейского народа, составляет важнейшую часть еврейского религиозного закона и его устной традиции. Геморы, Агады, Тософот, Псуким, Шейлот, Ветшувот расшифровывается постановлений, сказаний, дополнений, приговоров, вопросов и ответов и прочее. Остальную и весьма живописную часть Писания составляют пророческие книги, включая и книгу пророка Даниила, где животное играет уже совсем другую, иногда в высшей степени непосредственную и семантически нагруженную роль. Они не только символичны и аллегоричны, но иногда и весьма живописны. Впрочем, эта часть еврейской Библии более тесно включена в европейскую живую традицию. Животные христианского апокалипсиса очень похожи на зверей книги Даниила, но это уже предмет нового доклада. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok